Аллилуйя Аллилуйя Тебе, Бог прагод, Аллилуйя Тебе, Царь Царей – Достоин, Достоин… Аллилуйя Тебе, Царь-Царей, Аллилуйя Тебе, Бог 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 В твоём присутствии, Господь. Из-за пильней радости возвысим наши голоса, Песни славы и хвалы, Честь вовеки Царю Царей. Аллилуйя Тебе, Царь-Царей, Аллилуйя Тебе, Бог 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 В твоём. Аллилуйя Тебе, Царь-Царей, Аллилуйя Тебе, Бог 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 В твоём присутствии. И я прочитаю вам довольно необычную историю. И она записана в вашей Библии. Евангелие Иоанна, 5 глава. И я буду читать несколько стихов, начиная с 3. Великое множество больных, слепых, хромых и сохших ожидали движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в неё по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему, «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус сказал, «Что ты имеешь в виду?» Иисус сказал, «Встань, ходи. Тебе не нужна вода. Тебе не нужен ангел. Встань и ходи». Он тотчас выздоровел и, взяв постель свою, пошел. Но, к сожалению, это произошло в день субботний. Поэтому иудеи говорили исцеленному, «Сегодня суббота не должно тебе брать постель свою». Они спросили, «Кто тебе сказал это сделать?» Он сказал, «Я не знаю». «Я не знаю». Но тот, кто исцелил меня, сказал мне, взять мою постель. Но он не знал, что это был Иисус. И ни разу не видел, чтобы кто-то получил там исцеление. Но я знаю вот что. Что когда Иисус пришел туда две тысячи лет тому назад, чудо произошло. И Иисус здесь сегодня. И чудеса будут происходить сегодня. О, аллилуйя! Но я могу себе представить одиночество того человека. Интересно, Библия говорит что-то особенное о нем. Здесь говорится, что Иисус увидел его, и он знал его проблему. Я хочу сказать, что сегодня, какая бы ни была твоя проблема, какие бы ни были трудности в твоей жизни, рак ли это, или какая-то другая болезнь, финансовые проблемы, какая бы ни была проблема, Иисус здесь, и Он знает все про твою жизнь. Библия говорит, что ничто не сокрыто от Бога. И нет разницы, кто ты. Нет разницы, куда ты идешь. Ты не можешь убежать от силы Божьей, если ты нуждаешься в молитве, чтобы мир Божьей вошел в твою жизнь. Если ты хочешь познать силу Божью, я хочу молиться за тебя. И если ты готов повиноваться Ему, если ты готов повиноваться Ему, если ты готов делать то, что Он говорит, если ты попросишь Его простить твои грехи, если ты хочешь покаяться с твоей греха, и я хочу, чтобы выходи сюда вперед для молитвы. Все те, кто нуждается в покаянии, you want prayer. You want me to pray with you. You want to know God's forgiveness. You want to know the power of God in your life. You're saying, I don't know Jesus. If you don't know Иисуса, I want you to find Jesus tonight. And if you want this Jesus, don't be afraid. I want you to say this prayer with me. I know Jesus is here. I want a reconciliation with God. Break the curse of the past. Set me free. And I will not go back to my sins. I will not go back to my sins. And I will live for Jesus. I know I have sinned. I know I have sinned. But Jesus died for me. But Jesus died for me. But Jesus died for me. To give me victory. To give me victory. And set me free. Thank you, Jesus. Amen. Now I want you to turn to the person next to you. Put your arm around the person next to you. Come on. Come on. Put your arm around the person next to you. And I want you to say to that person, Jesus loves you. And I want you to say to that person, Jesus loves you. I want you to say the past is forgiven. And I want you to say your past is forgiven. Jesus died for you. Jesus died for you. To set you free. Amen. Amen. Praise God. Now.